друзья привет сегодня будет видео которое непривычное для нашего канала его формат что стоит на нашей стоянке это автомобили наших клиентов эти автомобили ждут своих владельцев пока они приедут в владивосток и заберут их это ну там хабаровский край приморский край либо владивостокские владельцы приедут за ними либо эти автомобили ждут отправку через транспортную компанию в разные города россии здесь классика наших рабочих будней здесь кей-кары минивэны седаны электрокары грузовички небольшие в общем этот видос соберет себе ну наверное примерно 20 автомобилей я буду говорить модель кузов в какой город она поедет ее цена ну и вообще поговорим что покупают люди что популярно и к сожалению уже пока мы пришли к идее снять этот видос уехало много интересных машин и я в процессе видео тоже буду называть модели бюджеты тех автомобилей которые к сожалению не попали в кадр и на самом деле в этом видосе будет вот наверное костяк авто вот прям первый эшелон что люди покупают каждый день мы каждый день на эти машины ставим ставки мы каждый день их растамаживаем и отправляем транспортными компаниями во все города россии ну что давайте начнем вот с этой части стоянки кстати ребят после постоянно получаю вопросы инстаграме в комментариях на ютубе что с рукой у меня вывих плеча был и просто шесть недель нужно ходить вот с такой барсеткой поэтому меня полторы руки в общем все будет хорошо как сниму ее все будет вот так вот небольшой вывих при дикой катке в кемерской области на шерегеше катались на сноуборде неудачное приземление и вывих плеча первичный вот все будет хорошо поехали смотрите это популярнейший минивэн honda and wagon так смотрим по списку honda and wagon серебристый поедет внимание в город москву 2016 года его бюджет 600 тысяч рублей смотрите вообще эти машины можно купить от 430 тысяч рублей в самой пустой комплектации я вам буду здесь в этом видео я вам буду называть цены конкретно за вот эти экземпляры каждая модель начинается намного дешевле люди силу своего набора хочу они хотят какой-то определенный цвет какую-то определенную комплектацию какое-то состояние от этого конечно же от любого хочу цена подрастает вот поэтому это не равно что все and wagon и там и прочие автомобили будут начинаться с тех цен которые написаны у меня в листке это конкретно экземпляры вот мною обожаемый вообще автомобиль потому что у него высокая крыша у него симпатичный дизайн особенно в комплектации кастом кастом g у них есть полноприводные версии у них мотор на шестьсот шестьдесят кубиков у них есть версии на турбине у них вариатор и что самое прикольное у них диван спереди можно сказать сплошной у них классная печка классная приборка кожаный руль как будто ты сидишь не в кейкаре не в бюджетном сегменте автомобиля ты но сидишь в нормально прям машине вот вообще если присматриваете себе какой-то автомобильчик до полмиллиона рублей а обязательно обратите внимание на инвега и так это у нас honda fit gk3 это у нас 13 мотор вариатор 100 лошадиных сил передний привод так гк3 так номер кузова 80 91 ага черный поедет на улану d 2016 года 740 тысяч рублей вообще эти машины стартуют от 600 там 20 630 тысяч кстати говоря бензиновые версии третьего поколения fit of очень популярны и я вам скажу так то есть людям нравится как выглядит кузова как выглядит салон и они такие ой черт с этим гибридом возьму просто даже бензинку очень много таких людей и вы знаете как бы я бы даже взял бы не гибридного то есть у меня не хватало бы на гибрид я бы взял бы себе бензин потому что моторы не убивают вообще в плане надежности технической части фитом и вообще хонде нету вопросов абсолютно расход что 1 и 3 что полторашка гибрид будет практически один и тот же но понятно ноги на гибриде ты повеселее едешь у тебя там робот 110 сил у тебя батарейка тебя толкает здесь ты едешь помедленнее но зато у тебя все плюшки третьего поколения fit of ты получаешь но только у тебя там печка не на сенсоре и у тебя селектор другой так идем далее это n веган он нашей компании он вы увидите дальше на ю тубе что мы с ним будем делать прям вот вообще обожаю эти машины любимый мой кейкар вау 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 всегда в моей голове когда я вижу honda shuttle это универсал самый самый популярнейший наверное сейчас вообще по запросам по покупкам и он сейчас обогнал филдера и стал абсолютным лидером по вниманию к нему но и вниманию покупкам и запросам honda shuttle поедет в улан-удэ 2016 года 935 тысяч рублей его бюджет вообще сейчас шаттлы стартуют но 800 надо иметь чтобы вообще как бы посмотреть на эту модель самом пустом но ее исполнение но у вас всегда будет внешность вот такая вот крутая прям блин обожаю техническая часть полторашка мотор лэп гибридная установка роботизированная семиступенчатая коробка передний привод есть полноприводные версии это gp8 и все то же самое только кардан сзади и но крутит заднюю ось есть варианты просто на бензине и на вариаторе тоже полторашки только мотор полторашка много у нас видео про эту машину и вообще если вам понравилась какая-то машина из тех которые вы увидите в этом видео внизу будут ссылки на каждую модель если вам понравился шаттл или любая другая проходите вниз и прям смотрите видео посвященное конкретно этой модели идем далее у нас такая вот симпатичная рестайловая аква извините конечно за там сверлят там бурят работаем в таких условиях поэтому все-таки хочу донести до вас информацию и это продолжается просто каждыми днями идеального времени для съемку не подберешь так это у нас aqua 4224 это она вас поедет в красный яр с 2016 года бюджет 850 тысяч рублей хорошая комплектация сожалению но по ворсу но там они сиденьями отличаются то вроде это вроде бы g у нас комплектация поэтому бюджет 850 раньше можно было хорошего приуса купить за эти деньги сейчас за 850 ты купишь 30 приуса в так себе состоянии вот тоже популярный хэтчбэк и входит в тройку самых популярных гибридных хэтчбэков и этот педестал aqua 9 спитом гибридным из но там е-power так идем далее это у нас фургон nv-200 nv-200 так nissan nv-200 поедет у нас в москву 2015 года бюджет 860 тысяч рублей это очень сейчас популярный выбор людей которые хотят развозить какие-то грузы по городу то есть им нужен фургон раньше все покупали mazda bongo nissan ванет сейчас они покупают такие вот замечательные автобусы nv-200 мотор 16 на вариаторе грузоподъем на сейчас я вам скажу сейчас я сейчас не уходите ребята грузоподъемность сколько же ты у нас берешь 600 килограмм но в россии она будет возить добрую тонну я уверен вот то есть там идет получается у нас лавка сзади лавка сзади обычная но две сидушки спереди то есть лавку можно либо сложить либо вообще открутить у вас экспедитор но водитель и там но грузчик ездят развозят коробки очень популярный вариант вообще я думаю во всех городах бегают телебойные фургоны и вот сейчас люди если что-то хотят посвежее чем mazda bongo они покупают nv но и собственно говоря ну просто классика седанов это та машина которая просто взорвала продажи в девятнадцатом двадцатом году и не как бы не постесняясь этих слов мы причастны к задаванию тренда на аккорды гибридные cr6 cr7 потому что мы много снимали видео я много восторгался этой машина это просто свои деньги там мили а я помню их можно было даже завести за 900 тысяч рублей сейчас конечно таких цен нету вот миллион двести миллион триста миллион четыреста если вы хотите седан это должен быть аккорд все круче нету сай камри все не то все не то если ты от но к выбору машина относишься как-то ты хочешь что-то самое технологичное что-то самое динамичное но в общем по разным аспектам это будет аккорд лучше него седанах вот в этом бюджете на переднем приводе просто ничего нету если у вас toyota головного мозга вы его не возьмете купите сая сай кстати очень популярен стал рестайловый который мне был на канале я владел полтора года эта машина стала очень популярной в такси во владивостоке их просто очень много наверное я тоже причастен к тому что на эту машину обратила очень много внимания людей потому что я ее сам не знал до того как не увидел один раз на парковке жилого комплекса я такое захожу toyota сай вау вот этот ладно это уже другая история сейчас блин мы тут затянем на три часа с вами короче черный аккорд cr6 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 поед в город хабар с 2013 года бюджет миллион пятьсот десять тысяч рублей вообще менее 1 и 3 к аккордам не подходим то есть сейчас базовый ценник это вот 1 и 3 если вы видите на дроме какие-то варианты 1 и 2 1 и 1 под заказ таких цен нету можете туда не звонить 1 и 3 минимум вам нужно ну что ребят так о минивэн в оксе давайте глянем очень популярный а очень популярный выбор людей которым нужен микроавтобус вот такого калибра высокая крыша 7 8 посадочных мест есть гибридная установка есть версия на гибридной установки от prius 18 мотор 60 киловатт гибридная установка передний привод есть в вариатор варианты на 3zr это у нас двушка передний привод плюс вариатор либо полный привод также на моторе 3zr популярностью все-таки пользуются в основном это версии на гибриде и снежные регионы камчатка магадан сахалин они покупают иногда 85 кузов это у нас но 3zr 4wb 2 литра вот этот вариант как раз таки у нас по моему вроде бы выдовый тойота тойота вовсе 85 кузов да все и поедет у нас на сахалин это город корсаков город порт 2015 года бюджет миллион триста есть замечание по кузову но в общем видите у каждого у каждого свои хочухи может быть человек хочет маленький пробег и согласен на замечание по кузову кто-то не согласен на замечание по кузову хочет машину вот таком состоянии внешне салон но готов мириться с пробегом там 150 я такой человек я покупаю всегда ну грубо говоря максимальную комплектацию но с большими пробегами у меня кузов ну целенький есть люди но в общем люди все разные кто-то готов купить самую пустую комплектацию на минимальный пробег то есть он хочет сидеть в машине которая к которой вопросы о каких-то поломках замене запчастей не возникнет минимум ближайший год мой холодный караул хожу без куртки потому что неудобно со своей барсеткой одевать куртку какой-то вот так это что у нас а это у нас это у нас сид фит гк 3 поедет он в республику бурятию 2016 года бюджет 750 тысяч рублей у нас был же гк 3 на другой стороне посмотрите вот этот на линзовой фаре вот этот на линзовой фаре так кожаных ставок у него нету там и он у нас он у нас тоже 16 года у него вот так у него есть круиз а у того круиза нету серый поверни покажу сразу по фарам вы можете отличить видите это обычная фара ну хрустальная вот здесь вот с линзой и все-таки как идет черный цвет фиту да вообще на любой машине они очень круто смотрятся ребят ну что пойдем дальше пойдем дальше так смотрите вот еще один сид это у нас тоже черный но уже лейбочка гибрид это полный привод это gp 6 он поедет в магадан 2016 года 950 тысяч рублей с отправкой он клиенту станет чуть больше миллиона тоже линзовая фара это максимальная комплектация у него у него есть лепестки у него круизы кожаный руль у него него там строчка оранжевого в общем очень хороший фит будет ездить магадане спойлер ой красивый красивый давайте пойдем дальше полторашка робот гибрид через кардана реализован полный привод так лиф белый вот такой вот это у нас я я даже не смотря в листок я знаю историю этой машины это у нас самый лифа вот в компании кто точнее лифа покупатель лет это это никита мой коллега по нашему каналу эта машина едет в тюмень она 2011 года это за и 0 купила его женщина по имени наталья у нее были запросы следующие она хотела белый чистый салон палок не менее 8 и у нее бюджет строго 350 тысяч рублей это была сделка о которой знает вся наша компания потому что никита в общем это мастер подбора просто полифам стал мастером подбора после этой машины наталья была таким клиентом так не подходит я вижу у него пятна на сиденье опять на сиденье можно убрать просто чистящим средством но и все никитины доводы что мы вам почистим сделаем химию давайте возьмем вот такой вариант у него поделением по состоянию кузова она нет я хочу чисто салон в общем никита сделал невозможно он подобрал за 350 тысяч рублей ей вот этого лифа вообще салончик ай белый красивый поедет у нас тюмень бюджет 354 тысячи если быть точным отличная машина и кстати для за и 0 это достаточно такие редкий цвет белый то есть в основании тут серый какие-то красные голубые черные а вот беленькие колесики ой хороший хороший лифт придет на талии так смотрим далее zrt 260 это у нас премио да это у нас обновленный рестайлинг уже на канале у нас был этот автомобиль в обзоре вместе с алионом также рестайловым так у нас поедет это в город хабаров бюджет миллион 300 за эти деньги можно было купить аккорда но человек выбрал тойоту причем тойоту которая зарекомендовала себя уже в нескольких поколениях но и я лично я бы взял бы аккорда но люди разные поэтому кто-то выбирает премию окей опять я вам говорю это это популярнейшая машина уже в черном цвете также ему идет пока не мытой пока стоит чего-то ждет поедет в город омск 2016 года бюджет 585 тысяч рублей а потому что что я вижу у него решетка так а почему он стоит столько денег а потому что он водовый джейдж 2 да то есть полный привод него пластиковый руль да то есть и из-за полного привода конечно такие малышки сразу взлетаются не там на 100 на 150 тысяч рублей так ну что давайте ой кепочка мюген у меня дома лежит а вот здесь вот какая вот японец наклеил до сих пор до сих пор у нас степ веганы актуальны в этом кузове на честном атмосферном двухлитровом моторе потому что в следующем поколении степ веганы стали на полторашечном турбированном моторе на 150 лошадей и но многие в общем не зашел не зашел степ веган вот в поколении в кузове рп очень многие любят рк и за такие же деньги за которые можно купить новое поколение рп на полторашки они говорят нет я лучше возьму двушку атмосферу и в кузове рк их право и я уважаю их выбор потому что это крутейшие бастики вижу лепесточки потому что комплектация спада идет давненько уже на степ веганах и когда у тебя спойлер у нас даст полирок но в общем классика спады и они выглядят шикарно еще и на обвесе вот таком диком так вот давайте перейдем к цене очень куда поедет машинка honda степ веган спада рк 5 черный поедет в красноярс бюджет миллион двести семьдесят пять 2014 года можно было купить новое поколение на человек выбрал себе вот такую красотку в кузове рк 5 лайк за выбор крутая тачка интересно сколько посадочных посадочных у нас 88 посадочных да у него лавка сзади есть и капитанские на 7 и вот люди выбирают зависимости чем больше семья чем больше людей надо возить тем больше люди выбирают посадочных так это у нас что это у нас рестайловая aqua в белом цвете и посмотреть на эту симпатягу toyota aqua поедет в город воронеж вы посмотрите сколько западных городов которые выбирают не какую-то солярку solaris а выбирают вот допустим вот такую вот так у 890 тысяч рублей не слабо но и я вижу это топ просто очень хорошее состояние цвет самый наверное лучший для аквы вообще очень машина блестит посмотреть бы ее пробег но ключей нету не брали будет интересно при приду офис посмотрю сколько пробега прям вот такое состояние блестяшка такая новая прям так ну что идем далее давайте посмотрим лифт белый лифт белый еще один на наши стоянки на черном салоне это у нас это у нас азы 0 поедет в хабар 2015 года бюджет 650 тысяч рублей хороший бюджет стать на лифа так а теперь давайте перейдем вот такому маленькому работяге это у нас да и хатсу хайджет трак 2015 года бюджет у него 750 тысяч рублей у этого малыша 660 кубиков объем у него написано 350 килограмм грузоподъемность как они показывают себя в реалиях россии вот такие вот маленькие грузовички я не знаю будет интересно кто сталкивался на своей жизни с этими машинами вообще каково она на грузовичке перевозить грузы когда у тебя мотор 660 то есть тебе сразу надо покупать запасной мотор либо они но как бы бегают 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 потому что решение не в кузове грузовичка а в кузове фургона хайджеты очень популярны honda vamos subaru sambar хайджеты очень много по владивостоку ездят развозят коробки в грузовике очень мало я наверное в живую вижу первый раз в россии что есть грузовичок и он поедет у нас к сожалению город не указан почему-то в базе ладно напишите если есть опыт смотрите еще один лиф очередной nissan лиф по и поедет поедет а у меня его нету в базе а у меня его нету к сожалению так но это у нас что это у нас а за и 0 на темно-серый цвет черный салон бюджет вот таких лифов где-то 9-10 палок делений это бюджеты наверно стартуют от 580 тысяч рублей там но тире там 700 тысяч рублей все в зависимости самое главное в лифах это остаток батареи все главнее ничего нет у вас может быть пробег 150 у вас может быть так себе кузов но если у него 11 12 делений у него допустим меня на я батарея была в японии эта машина продастся за достаточно такие дорогие деньги там какие-нибудь 44 500 тысяч долларов вот а бывают варианты когда у тебя 45 тысяч пробег у тебя четверка оценка за машину а у нее 8 делений то есть допустим очень много заряжали машину на быстрой зарядки и но тем самым убили батарею все это машина продаст зато символически там 33 500 до в зависимости от комплектации но не практически все одни и те же вот поэтому в лифах запомните только остаток батареи играет роли пробег не говорит вообще ни о чем ходовка здесь стоит копейки все вопросы батарейки вау 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 какой он красивый это у нас 20 альфард отэйч 20 жемчужный цвет поедет знаете куда в москву 2012 года бюджет 2 миллиона 40 тысяч рублей колеса обвес шикарно просто моделиста все с завода стоит вероятнее всего либо в тюнинг ателье он стоял в японии редко когда колхозе то не обвесы сами но и есть и такое но я вижу что здесь вот все сделано по уму боковые юбки колеса просто шикарный вариант за 2 миллиона рублей уже 30 альфарда ты не купишь поэтому вот люди до сих пор покупают волфайры альфарды на 2 z на 105 киловаттной гибридной установки планетарка надежнейшие машины кожаный салон ой 2 люка стоит своих денег 2 миллиона в нынешних реале когда доллар у нас по 74 рубля стоит своих денег эта машина кстати у нее еще и пробег там по моему 200 либо 200 плюс и вы посмотрите как она мельсит я не знаю ну вам наверно не передает камера но машина в шикарном состоянии так это у нас фрит обычный honda фрит это их по разъехалось со стоянки на самом деле их стояло больше вообще популярнейший минивэнчик это самое начало минивэнов такой видите кузов небольшой но люблю эту тачку потому что за свои деньги ты получаешь больше чем ты заплатил много посадочных мест 7 3 ряд прикольная приборная панель даже для и годов там 12 13 года фриты бывают полторашка плюс гибридная установка на 10 киловатт либо самая популярная это выбирают и она подешевле это гб-3 кузов полторашка вариатор передний привод так фрит это у нас гб-3 это просто обычная бензинка пойдет в иркутск область 2012 год бюджет 780 тысяч рублей тоже весь блестит в хорошем состоянии колесики масти ляга какой сколов ничего такого нету вот есть замечание на бампере но в целом машина вообще прекрасном состоянии в россии вот если машина там 2012 года здесь бы все бы было в сколах пескоструй так этот у нас красивый небесный фит это у нас помогут к 3 до синего цвета город к сожалению указан 2017 года бюджет 880 тысяч рублей максимальная цена за которую мы привозили гк-3 950 тысяч рублей но грубо говоря миллион стоят 1 и 3 вариатор передний привод что у нас тут у нас а он рестайл живы точно увидите у него потому что 2017 год видите у него новая фара уже такая как в степ вегане гибридному которого начинка с аккорда или вот аккорд cr7 вот ведь уже фара другая рестайл туманки бампер другой у них в рестайлинге там изменения технические по батареи аэродинамика из меня короче там рестайлинг наполненный всякими доработками у нас вышла уже серия до вышла в чем соль про honda fit где я рассказываю вообще в чем мне нравятся эти машины и в чем соль этих автомобилей 3 поколения honda fit так ну что ну в принципе я вам показал наверное все а был рабчик 2015 года еще в какое же это поколение вот ровчики там 10 11 12 года вот 2015 вот это поколение забыл такой круглый еще за 2 100 уехал 4 5 оценка пробег вообще какой-то там смешной за 2 100 уехал визелей вчера дали два штуки пятидесятых prius of было два штуки три тридцатка одна стоит у нас под офисом сегодня клиента 30 prius будет забирать в общем машины фори 2 форика отдали одного цвета хаки одного зеленого прямо зубрунтового цвета он вышел по 2 миллиона цвет просто бомба все кто увидели говорят вау на панораме вообще такие машины к сожалению мы их не сняли x-trail и покупают тоже очень популярная машина что на гибриде что без гибрида nt32 просто на вариаторе на полном приводе 2 литра знаете не буду вам перечислять что покупают просто заходите на наш канал почаще потому что я думаю где-то раз в месяц раз в два месяца будем ходить по стоянке и показывать вам сценами с городами с моделями что куда уходит это очень интересно воронеж москва улан-удэ тюмень омск корсаков магадан красноярск то есть все города россии вот к сожалению на ростов на южную часть нашей страны к сожалению вот в этом списке никого нету но красно дар тоже покупает ребят в общем жду ваш комментарий нравится ли подобный формат может быть что-то добавить брать ключи открывать вам показывать но это конечно видео затянется и если вам какая-то машина понравилась обязательно переходите вниз смотрите на нее полный обзор в общем напишите ваши мысли что думаете может быть вы напишите москва совсем сошла с ума покупает альфардов позади меня за 2 миллиона вычетом совсем за 2 миллиона можно купить что-то там какой volkswagen там какой нибудь вот в общем будет интересно ваше мнение друзья подписочка на канал лайк поставьте пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля компания